В чем секрет китайского упражнения? Почему миллионы женщин и мужчин во всем мире делают его, добиваются плоского живота, скидывают десятки лишних килограмм и теряют лишние калории? Всем привет! С вами Марго. Я занимаюсь этой зарядкой уже два месяца. Весила я 67 килограмм. Неделю назад я весила 60 килограмм 800 грамм. И сегодня я вешу уже 60 килограмм. Посмотрите мое видео, какая я была до этого. Но сегодня я хочу разобрать, как же правильно его делать эффективно, безопасно и, самое главное, без вреда для нашего здоровья. Очень часто вы пишите в комментариях, что после того, как вы начали делать китайскую жиротопку, у вас болит спина, позвоночник буквально сыпется, многие пишут, что после этого идет опущение почек. Если это упражнение делать правильно, то у вас не будет этих проблем. Но самое главное, если вы чувствуете дискомфорт, то для этого только две причины. Все мы знаем, что все индивидуально, либо у вас имеются проблемы с позвоночником, это грыжи, протрузии, либо вы его делаете неправильно. И поэтому сегодня я хочу разобрать, как правильно делать эту технику, так как уже знаю это упражнение от и до. Основная суть этого упражнения в том, что мы, делая его, поднимаем лобковую зону. Есть такое упражнение в пилаписи, оно называется тазовые часы. Только делается оно лежа на полу, когда мы делаем, качаем пресс, прокачиваем вот таким образом наше тело. Суть этого упражнения – прочувствовать нашу прямую мышцу, присоединить пресс и таз и проработать это движение. Смотрите, здесь мы либо ноги ставим вместе, либо мы ставим их на ширину плеч, и в это время мы просто поднимаем лобковую зону. Вот наша прямая мышца. За счет того, что мы поднимаем лобковую зону, у нас работает именно пресс. Мы не работаем спиной. Посмотрите, мы поднимаем только лобковую зону. В это время у нас работает пресс. И если мы начинаем добавлять во время движения руки, махи, все китайские упражнения, они основаны вот на этом главном упражнении, которое вы должны сначала в медленном темпе отработать, понять технику, потому что я сначала тоже не могла понять, как правильно его делать. Но если вы отработаете технику, вы уже можете прибавлять темп, добавлять махи руками, и тем самым вы быстрее познакомитесь со своим прессом. Потому что когда мы добавляем еще и движения руками, махи различные, то в это время мы теряем еще больше калорий. Девочки, не бросайте. Если вы начали делать, и оно у вас не получается, поверьте моему собственному опыту, что когда оно начнет у вас уже хорошо получаться, вы будете делать его везде. Когда вы готовите, что-то делаете, занимаетесь, оно у вас постоянно будет в голове. Постоянно прокачка нашего пресса. За счет этого, что мы поднимаем лобковую зону, у нас работает именно пресс, не работает спина. Ну, а я с вами прощаюсь. Делайте китайскую жиротовку. Спасибо вам большое за ваши лайки, комментарии, комплименты. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok